всем доброе утро из вкусного полезного прованса давно не показывала завтраки потому что вы их уже видели но сегодня вот такие замечательные бутербродики на хлебочке у меня хлеб без глютена вы меня спрашивали ешь глютен да ем глютен но иногда готовлю хлеб без глютена все рецепты есть на канале худеем по-французски селена франц у нас здесь простите минуточку мягкий сыр затем тунец собственном соку немного свежего укропа и сладкий перец витаминчик c здесь еще будет творожок с пыльцой и киви киви огромный поэтому половинка ну и конечно же кофе всем приятного замечательного дня питайтесь правильно будьте здоровы заходить на канал худеем по-французски селена франц вот как хорошо в паровал в паровар очки витализер владислав у меня сегодня до обеда и придет обедать домой что он заказал он говорит мама я хочу пюре из цукини и из картофеля а я хочу сделать десерт из тыквы но ее нужно приготовить на пару и поэтому вот в пароварке в мультиварке у меня витализер мой любимый тыква цукини картошечка молодая сейчас все приготовим закроем за 10 минут все приготовится и можно будет приготовить сразу несколько блюд а александр сегодня у нас уехал марсель по работе погода сегодня замечательная я говорю как ты вернешься бензин то у тебя есть в машине в рабочий он горит есть паубака надеюсь где-нибудь найду но вот вчера не было бензина у нас на стоянке все было перекрыто завезли утром французы все разобрали какая красота на террасе и потом уже не было потому что не было сегодня пойду посмотрю передали что вроде как разберутся но не знаю разберутся или нет всем привет мои дорогие сейчас я присяду и с вами немного подболтаю отвечу на все ваши вопросы про книгу александра и про то как мы сходили в банк почему меня вдруг ни с того ни сего вызывали в банк вообще всех кто русский или иностранец будут вызывать банк сейчас я сяду и вам все по-быстрому по-быстрому расскажу минуточку давно у вас у нас с вами не было кухонных посиделок многие гортлена возобновляй на канале экономная сибирячка кухонные посиделки то есть прямые эфиры я бы с радостью но почему-то у меня последнее время не хватает времени даже кто-то обиделся и сказал вот видите она сказала что не будет отвечать на ваши комментарии потому что видите ли такая крутая у нее нету времени нет мои хорошие времени правда не очень много с тремя каналами и еще по дому же куча дел с родными и вообще у женщины как может быть мало дел с работой очень много с меню со всеми социальными сетями ну короче вы сами понимаете поэтому я комментарии читаю и даже первый день стараюсь всем ответить и поставить сердечки и потом тоже стараюсь отвечать но честно сказать да не всем получается на этому человеку я ответила и надеюсь что вы получили мой ответ и очень очень рады потому что потому не обижайтесь на меня что касается книги александра был вопрос можно ли будет ее купить в других странах пока ее в других странах купить будет нельзя потому что она не переведена на другие языки сейчас она будет продаваться только во франции кто спросил сколько она будет стоить я перевернула книгу он сейчас ее забрал на работу 21 евро написано александру сколько будет с продажи книги я вас никогда не обманывала во франции издательство про платит от двух до четырех процентов вот если 21 евро то два процента посчитайте сами я не знаю сколько это будет это во франции это так вот сколько книг он писал самое большое что мы заработали но наверное евро 200 300 если конечно это такие знаете книги как гарри поттер они там продаются по всему миру переведены получать много но во франции понимаете александр пишет эти книги потому что это ему нравится и чтобы просто напросто помочь людям узнать об а то о законах франции у него на первом месте не деньги у него на первом месте другая цель цель образование людей дать им знать законы то есть разобраться потому что как я уже сказала чернокопателей много потому что же вот эти вот аппараты которыми ишь но они как они называются то у нас это там совсем по-другому во франции называется напишите в комментариях вот эти где ищут металл то вот этот весь они не запрещены продажи но когда вы их покупаете продавцам лишь бы продать они же вам не не скажут что вообще это запрещено по закону ну там это долго так рассказывать кто может кто не может вообще то лучше не покупайте вот что я скажу потому что вы можете погулять с ним что-нибудь поделать если вам остановят то могут и штраф приписать поэтому не нужен он вам сейчас законы очень очень сложные во франции поэтому кто-то сказал разбогатеете ну надеюсь что разбогатеем самое главное что придут людям людей и они не потеряют деньги вот что самое главное для александра осветить людей чтобы они не потеряли деньги ни на штрафы ни на то что покупать будут этот дорогой аппарат а вот так что если что-то будет новое про книгу я вам обязательно обязательно все расскажу что касается того почему меня вызывали банк мы так долго думали почему на меня вызывали банк потом мы поняли сейчас все по порядку расскажу скорее всего из-за того что мой счет был открыт очень очень давно я приехала во францию вот 9 октября было 18 лет нашей свадьбы 18 лет назад я приехала во францию и сразу же муж мне сказал откроем тебе отдельный счет я ну как у нас не отдельный у нас два счета у нас общий счет и мой счет я открыла потому что мне нужно было перевести денежки из россии которые у меня там остались ну и вообще я хотела быть самостоятельной и зарабатывать деньги чтобы зарплата шла на мой личный банковский счет но у нас всегда есть приписка что муж или жена может пользоваться этим счетом но владелец этого счета я и 18 лет назад у меня конечно не было национальности и у меня не было никакой работы когда я приехала во францию и вот в этом досье никто никогда не просил документы а сейчас вдруг понадобились документы там было написано что я безработная на обеспечении мужа и национальность была написана русская то есть мне дали уже национальность еще в париже кучу лет назад я уже у меня две гражданства да по-русски я русская и француз и француженка то есть у меня два гражданства поэтому без проблем мне никто никогда ничего не просил и здесь вдруг а мне начинают по электронной почте я захожу на свою страничку сейчас же все по интернету мне говорят подтвердить данные подтвердите данные у вас нету достаточно данных я думаю да блин что такое опять а тут видите мы всегда боимся во франции что у меня же муж с этим работает и что нас можно так сказать оболванет куда-нибудь кликнешь все свои данные дашь с карточки списывают к нему каждый день приходят французы которые поверили в какое-то письмо перешли по ссылке зарегистрировались там и сказали ой вам там не доплатили что-то там вам не доплатили или вы должны или вы не доплатили налоги срочно зайдите зарегистрируйтесь или очень часто страховка чтобы не потерять вашу страховку зайдите сюда меня муж научил ну и тут я думаю да ладно сделаю потом сделаю потом потому что это все-таки на страничке самого банка и у мужа не спросила короче не спросила ничего и потом по почте приходит мне письмо что вас у вас существует счет но он пустой данные все пустые это последнее оповещение если вы не не сделаете это все данные не предоставите банк то счет будет закрыт блин мой счет где все идет зарплата моя идет самое главное он не пустой там постоянно есть движение есть зарплата с ютюба я есть самое главное я налоги с этого счета плачу там каждый день каждый месяц юрсав снимает с меня налоги потому что у меня же свое предприятие по ютюбу по переводу по всему на свете меня мне на этот счет поступают деньги которые там когда я перевожу что-то для на трибунала для жандармерии и поэтому вдруг такое александр забеспокоился честно скажу забеспокоился сказал это первое что мы должны урегулировать потому что у меня были там какие-то другие дела я вы сначала мои дела он горит нет 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 мы пойдем в банк я бы мне сейчас некогда я пойду на йогу он горит иди на йогу я зайду банк так как я имею право я у них все спрошу пошел наш банк а самое главное мы хотели по интернету сделать они нам сказали время просрочно все уже невозможно идите в свой банк или счет будет закрыт он пошел срочно в банк там его встретили открыли мой счет игры правда счет весь пустой нужно срочно чтобы принесли все документы хорошо что мы не сделали новый паспорт нужно были всякие жестикативы это что что я живу во франции то что я замужем то что у меня национальность и вчера когда я прихожу в банк она говорит это нам достаточно такое долгое время у вас есть время я буду да мы сейчас будем все заполнять вода все полностью пустое написано что вы русская и никаких документов вообще ничего в вашем досье нет представляете вот какая-то русская которая у которой счет поступают там деньги никто разбираться не будет какие-то деньги адрес кажется был нет адрес был этот или нет адрес был старый кажется из парижа потому что у меня никогда ничего нового не просили я сама не подумала изменить это все а вот девочки у кого старые адреса вдруг у кто-то получил национальность обязательно сообщите все это в банк она начала также что я плачу налоги мы принесли там целое целое досье я вчера вам показывала и не подумала снять поэтому мои хорошие я там провела в банке мы наверно провели минут сорок и она еще ничего не до заполняла почему я поняла что начали проверять из-за того что я русская потому что когда она начала там все это заполнять подошла к ней другая которая более главная в банке и говорит она и ей задала какой-то вопрос она говорит вот национальность куда я ставлю она говорит смотри ты ставишь первую национальность русская у тебя стоит она говорит ну да она у ней двойное гражданство она говорит убирай русская ставь француженка и потом ставь русская тогда то есть ты можешь поставить две два гражданства но говорит лучше чтобы в банке стояла первое гражданство французская во французском банке и второе гражданство русская понимаете в чем проблема мы такие с мужем баунс почему проверяют почему вдруг ни с того ни с сего собираются и потом муж еще ой блин я не выставила простите у меня рука трясется у лена как всегда блогер несется куда-то но хоть так вам объясню вы уж не ругайтесь пожалуйста не ругайтесь сильно или вообще никогда не сяду и не расскажу очень важное так аликта что у всех проверяют потому что девочки мне напишали что в португалии начали проверять иностранцев тоже еще кто-то мне там написал что тоже если особенно не той национальности в стране в которой ты живешь и александр спросил а почему проверяют там она готова потому что очень много счетов которые на которых есть денежки и которые вот такие пустыни и неизвестно кому они принадлежат и французская скорее всего правительство я точно врать не буду она решила что так как эти вроде бы как счета никому не принадлежат то они просто будут конфисковывать эти счета скорее всего и эти деньги блокировать пока не найдется тот кому они принадлежат но еще нужно доказать что это вы и что вам принадлежит счет и что вы живете во франции платите налоги работаете откуда вам эти деньги поступают вот такой у меня был экспирианс 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 или как там говорить вот поэтому да бывает и такое первый раз за 18 лет но бывает что касается бензина вы меня спрашивали про банк если есть какие-то вопросы то пишите я надеюсь что теперь все нормально потому что из банка там и ушли но она говорит до сета заполнить долго я потом все заполню надо кстати мне зайти на банк посмотрите что там нового и все вам по почте потом пришлю самое главное будьте осторожны на что попало не кликайте то есть на как если вам пришло письмо какое-то неизвестно на почту то будьте осторожны проверьте по почтовому адресу можно проверить и позвоните свой банк правда ли они отослали а то еще вы могут украсть деньги к александру говорю приходит каждый день переводит эти деньги потом их в странах других африканских или еще с роду не найдешь ваши деньги и банк чтобы рамбурсировать чтобы вернуть эти деньги потому что есть страховка он очень очень долго во франции все это происходит очень долго и не все еще соглашаются что касается с бензином кто-то написал у нас появился у нас тоже появился я сделала видео что вот а там потом вдруг сегодня снова пропал французы в больших городах таких как париж позвонила светлана моя сестренка кстати у светланы свой канал точно не подписан светлана франция подписывайтесь она вам будет очень-очень рада и говорит я что делаешь я говорю мы сейчас поедем туда туда то мы экономим бензин мы теперь далеко если не нужно то везде пешком я говорю но у нас вроде есть в регионе еще пока бензин наберут у нас такие очереди заправиться вообще невозможно только я это сказала пошла потом в магазин смотрю все перетянута ленточка сейчас пойду гулять посмотрю есть бензин или нет все бензина нету все позаправлялись все полные баки снова позалили тем что было и нет сегодня там что-то министр говорит что это из-за того что просят повышение зарплаты но потом уже была другая информация что не только из-за зарплаты нету газуаля и бензина и поэтому вот так теперь чтобы не заправляли полный бак дают заправиться на определенную сумму сейчас врать не буду если девочки из франции напишите то ли 40 евро то ли еще меньше чтобы хоть всем добраться до работы нужно позвонить мне старшей сестре и спросить как дела все мои хорошие пошла я на разведку посмотрю есть ли бензин и вообще как дела сделала вам видео для канала худеем по-французски сильно франц с обзором продуктов у нас здесь идут скидки поэтому французы закупают продукты когда еще видела видео начинаются видео но такие очень хорошие кстати видео я вам сделаю отдельное видео и дам ссылочку на видео француженки она там рассказала как правильно делать запасы потому что она сказала вот смотрите сейчас нет бензина это значит что будут пустые магазины если долго не будет бензина потому что камьоны не будут приходить с продуктами французы будут разбирать все подряд и поэтому может быть пюре и алимантера то есть нехватка продуктов какое-то время и она говорит если это началось пугает одним потом другим то вполне возможно что нужно подзапастись продуктами поэтому у нас большие скидки я купила зубной пласты купила как его парашки геля стирального кто-то мне посмеялся если у вас электричество не будет за фигом тебе это буду стирать на руках холодной воде как стирали в сибири вот у нас было и такое титан топили один раз в неделю да и стирали все на руках воды горячей не было в сибири поэтому мы привыкли кто меня там пугает то я еще та сибирячка какая-то нафиг сибирячка я говорю я еще та сибирячка мы такое проходили мы дефицит по талонам проходили мы проходили ну не голод конечно голода у нас не было но все-таки картошку сажали картошку убирали запасы делали муку мешками и сахар покупали варенье солили варенье варили соленья солили и что мы еще делали и титан топили стирали на руках без стиральной машинки у нас даже в детстве не было стиральной машинки я помню такой а теперь мы разбалованы но мы все умеем все всем пока пока обнимаю пишите комментарии о да мне тут сказали что мои видео распределяют на каких-то известных каналах я даже и не знала у меня никто не спрашивает что распределяют не спрашивают лена ты там видела на таком-то канале какой-то лайф там соловьев что ли лайф твое видео я говори не я не знаю ведь я какой еще тот блогер но надеюсь что они хоть указывают ссылку на мой канал чтобы ко мне тоже подписывались не только же им хорошо чтобы если кто-то увидит мое видео сообщить мне мне что же интересно все всем пока пока